Всем привет! С вами Юра Кураж, и мы продолжаем проходить по Finder Kingmaker. Ну, и как вы помните, в прошлый раз мы с вами начали там разбираться с троллями где-то далеко, потом вернулись в город, решили немножко поуправлять нашим королевством. Итак, во-первых, что я понял? Нельзя упускать возможности. Смотрите, подданные, обеспокоенные своей безопасностью, хотят собрать средства на строительство укреплений вокруг селень. Конечно, да. Давайте этим займется Кассиль. Так, дальше у нас были еще какие-то возможности с вами. Так, возможность. Предложение сотрудничества, да. Проблемы пока проигнорим, ну, что поделать. Так, у нас была еще, по-моему, одна возможность. Так, это в замке всякие посетители. А что ж, загадочный сорняк. Ну, давайте начнем, допустим. Надеюсь, что у нас все люди при делах. Тут, кстати, есть торговое соглашение. Но это мы всегда успеем. Разгул разбойников. Где тут? Ага. Семь дней. Плюс три к экономике. Давайте начнем, конечно же. И, кажется, еще один человек у нас не занят. Три стен. Хм. Ну, давайте он попробует с гадким слухом разобраться. Плюс три к лояльности. Почему бы и нет? А вот, теперь, кажется... Нет, у нас должно быть больше в... В работе почему-то... Кто-то, видимо, сидит без работы. Сволчи такие. Ну, предположим, что все заняты. А ладно, в замке ждут посетители. Давайте поговорим с ними со всеми. Ого. Вот и посетители. И кто? Мужчина перед вами явно много времени уделяет своей внешности. У него черные волосы завяты обильно полит и лаком. Таким же лаком смазаны торчащие вверх закрученные усики. Щеки и лоб усердно припудрены. Его рука привычным жестом ласкает эфес рапира. При приближении к вам мужчина выдает явно заранее подготовленную гадку улыбочку. А, вот и сам глава баронства. Сэр Стефано Москони из Питекса к вашим услугам. Мужчина отвешивает на смешливый поклон. Что же привело дворянина из Питекса в мое баронство? Я путешествую из Рестова домой в славный Питекс, выполняя личное поручение моего короля Кастуччо и Раветти. Я решил свернуть с обычного маршрута, чтобы посетить столицу нового соседа Питекса. Сэр Стефано усмехается нагло, глядя вам в глаза. И должен сказать, что я не впечатлен. Я всегда готов выслушать критику, если она разумна и справедлива. А что ж, охотно объясню. Со снисхождением говорит сэр Стефано. Загибайте пальцы. Во-первых, ваша армия слаба. У вас не хватает стражи, чтобы защитить все земли. И приходится выбирать между деревнями, городами и торговыми путями. Во-вторых, ваша экономика слаба. Вам приходится лично решать вопросы о сборе налогов с какого-то вшивого, постоялого двора. Похоже, от этих грошей зависит состояние всей вашей казны. Ну и в-третьих, в культурном плане вы так и остались на низшем уровне развития. Сколько картинных галерей есть в вашем баронстве. Сколько университетов вы открыли. Ваш город — это хлев. А вы — осел, восседающий на соломенной куче. Фух. Может быть, в твоих словах и есть только истины. Но моё баронство ещё очень молодо. Скоро здесь всё изменится. Если здесь всё изменится, так это количество навозных мух в большую сторону. Впрочем, не стану продолжать это избиение младенцев. Всего наилучшего! Сэр Стефану нас лишь насмешливо кланяется. Ну, мы послушали критику. Хотя, конечно, в другой ситуации, если бы дела действительно были бы плохи, я бы, может, его казнил. Ну, то есть, у нас действительно молодое королевство. И, ну, что поделать. К вам торопливо подходит заплаканная крестьянка. Ох, ваша милость! Горе у меня, горе горькое! На вас одна надежда! Всеми богами малюня, оставьте меня в беде! Звать меня Джена! Джена Тайнерсон! Деревня наша тут, неподалёку! Третьего дня, сыночек мой, Тик! Сбежал из дома. И поминай, как звали! Уж мы его искали, искали! Всё бестолку! Если вы его не найдёте, то никто не найдёт! Где он может быть? Джена опасливо озирается и шепчет. Живёт в скрюченных топях одна бабка. Болотная ведьма. Имя её повторять не стану и не просите. Страшная она! Чёрным воронам по небесам летает, порчу наводит, людей ест. Как пить дать? Она моего сынульчика унесла. У вас часто пропадают люди? Да, частенько. Опасности-то кругом столько, что и не счесть. В лесу дикие звери, чудища всякие. Тро, блин, разбойники. Тут и взрослому-то человеку недолго сгибнуть, а уж и ребёночку. Я постараюсь найти его. Ох, ваша милость, спасибо вам. Вечное растило за ваше здоровье. Молить буду. Если хоть какие-то новости будут, я тут в таверне остановилась. Помоги вам боги. Слиповая женщина удаляется. Так, интересно, у нас визитёры. Ой, тут целая артиллерия. Ваша милость, мы победили. Мы отбились от нашествия пауков и победили странную дриаду, которая их возглавляла. Благодарность, ваши подданные собрали для вас особую награду. А мне вот интересно. Все эти пауки действительно были вызваны тем самым проклятием. Ну, то есть, проклятие же должно быть древнее, очень зловещее. А тут пауки. Они, конечно, тоже страшные, но вовсе не такие зловещие. Я согласен с Линдзе. Все это выглядит более чем странно. Скорее похоже на козни сумасшедшей дриады, чем на настоящее проклятие. Как же тогда объяснить гнетущую атмосферу на лысом холме? Тут тяжесть, которую мы оба ощущали там, Джод. Быть может, это проклятие свело с ума несчастную дриаду, а она устроила это нашествие пауков на баронство? Кристиан недоверчиво качает головой. В любом случае, у меня есть тревожное известие. Как только наше наше нашествие пауков закончилось, я снова посетил Лысый холм. Там снова тихо. И тяжело, как и раньше. Проклятие никуда не исчезло. Оно просто затаилось, как зверь перед новым прыжком. Что опять? Я прошу прощения за то, что принес эти дурные известия. Но, к сожалению, нам не удалось победить это проклятие окончательно. Фух, сколько у нас времени на этот раз? О, достаточно много. Месяцев шесть или даже больше. Сейчас Лысый холм притих. Я с трудом ощущаю его злую волю. Уверен, мы успеем подготовиться к следующей атаке. Слушайте, ну, я хочу расправиться с этой проблемой раз и навсегда. Что посоветуете? Да, давай, скопаем этот Лысый холм. И конец проклятию. Сомневаюсь, что нам удастся побороть его таким прямолинейным способом. Сердце проклятия, безусловно, находится на Лысом холме. Но ведь пауки появлялись по всему баронству. Вряд ли мы нанесем проклятию хоть какой-то вред, уничтожив Лысый холм. Скорее наоборот, мы только спровоцируем его на новую атаку. Поэтому лучшее, что мы можем сделать сейчас, это как следует подготовиться к следующей атаке. Не будь таким пессимистом, Тристин. Возможно, мы и правда сможем побороть это проклятие, но только досконально его изучив. Ваша милость, я соберу всю известную мне информацию о нем, и мы сможем взяться за работу. Что ж, будем ждать следующей атаки. Тристин кивает. Это мудрое решение. Мы пока еще слишком мало знаем об этом проклятии, чтобы понимать, как с ним бороться. Линзи хмурит брови. Ничего не понимаю. Я спрашивал у местных. Раньше никаких нападений пауков никогда не случалось. Лысый холм стоял все в сторонке, никому не мешал. А тут вдруг и пауки, и проклятие. И как раз тот момент, когда в украденных землях бородство появилось. Подозрительно все это. Ух. Окей. Ну, вот, в общем-то, фух, наши дела. У нас просят, ну, ставят нам задание, сблокируют любой вторичный показатель, ибо, 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 собственно, черт возьми, нам чувак, ну, назвал наше королевство помойкой и хлебом. Тварь такая. Давайте посмотрим. Может, что-нибудь построим, чтобы ускорить весь этот процесс. Итак, тут у нас успехи во внешней политике. здесь два с проклятием. И в какой-то момент их придется выполнить. То есть, причем, оба может делать только Джод Кавкин. Блин. То есть, на 100 дней он выпадет. Ладно. Событие вроде все разобрано. Строительство. Что у нас есть тут? Магия, стабильность. Давайте посмотрим все-таки. Просто, я так понимаю, если мы что-то построим, у нас с вами может случиться такое, что мы сможем еще назначить министров. Еще назначив министров, мы с вами сможем, соответственно, что-то, ну, кто-то еще сможет работать над нашими проблемами. И здесь какая-то штука была. Вот дом Травник. Если соседствует рядом со святилищем. Святилище мы еще не строили. Лавка, таверна, дом собраний, святилище. А, стоп, оно уже есть. А, если соседствует рядом с монументом, или если соседствует с домом собраний. А, монумент. Но нам нужна магия на самом деле. Хотя, давайте монумент рядом со святилищем. Так, дом Травник, или лесопилка. Лавка. Влияет на кузнечный цех, литейный цех, кузницу. Давайте посмотрим, что у нас с кузницей. Какие опции. О, плюс один к экономике, если соседствует с лавкой. Так, дом Травника. Со святилищем, лесопилка, ничего. А дом собраний влияет на множество всего. Наверное, кузница. Но если у нас есть кузница, то грех, наверное, и казарму не построить. У нас не хватает денег, или что? Ммм, пивоварня. А мне нравится пивоварня. Нет, давайте казарму зафигачим. Во. Ну, такая, немножко милитаристка у нас пока получается поселенница. Ну, и я думаю, мы с вами не будем долго сидеть внутри. Я хочу отправиться дальше, навстречу приключениям. То есть, королевством, конечно, интересно управлять. И в прошлый раз я просто плюнул на все, и где-то час сидел там, пропускал дни, какие-то события эти смотрел. Но, все-таки, мы отважные герои. Нам бы с вами, хм, нам бы с вами еще, кстати, о, вот этому чуваку показать наши дела. Может быть, он что-нибудь купит. Я принес несколько предметов, принадлежащих древним эпохам. Может, среди них есть достойные истории. Сказитель заинтересованно вскидывает бровь. Как интересно. Вы позволите вашу милость? Он осторожно прикасается к предметам из вашего рюкзака. Пальцы Сказителя ласкают символ в виде древесного листа. А это что такое? Я слышу голос ветвей, ощущаю запах листьев. Это метка дриады, не правда ли? Я выкуплю ее у вас. А, вещи храбрецов, что совершали здесь подвиги до вас. Я чувствую, что вам будет интересно услышать их рассказ. Но пока их слишком мало, чтобы я смог поведать его. Пожалуйста, найдите остальные. Я уверен, вы не пожалеете, что потратили время на поиски. О, я нашел что-то действительно интересное. Эти предметы принадлежали к кузнецу Дварфов, и они хотят рассказать нам свою историю. Сказитель удрученно мотает головой. Слишком многое утрачено, слишком многого не хватает. Вот и история этого кузнеца ускользает от меня. Пожалуйста, отыщите оставшиеся предметы и скорее возвращайтесь ко мне. Сказитель заканчивает перебор ваших вещей. Вспомните обо мне, когда найдете что-нибудь достойное внимания. Окей, оставляйте наедине с твоими легендами до встречи. Сказитель не отвечает. Его невидящий взгляд скользит, а только ему одному известному горизонту. А его взгляд вообще будет скользить? Мне вот интересно. Ладно, что мы оставим у нас? Да, наверное, на самом деле ничего мы не будем оставлять. вот эту штуку мы все равно продадим. Так что в путь. Я тут смекнул, что, наверное, вам не очень будет интересно смотреть, как я закупаюсь, продаюсь, поэтому я это все вырезал. Такс, ну что ж, одинокий дом. Это маг-исследователь. А где живет черт возьми, а где же живет старушка, которой нас пугали? Так, придется заглянуть в квест-лог заблудшее дитя. На болоте, в которой местные жители скрюченной топи живет старая ведьма. А что за скрюченной топи? Ха. Вот, вот, черт, и как? Так, что за скрюченной топи? блин. Вот, не очень понятно. То есть, прекрасно, что оно переведено, но местами и ужасно. Болото, скрюченные топи. Сканк ривер. А карта есть какая-нибудь? может быть, они здесь? А, ладно. Черт бы с ним, давайте еще к магу зайдем. Не, сюда мы не будем заходить. Вот тут вот посмотрим, есть ли чё. Э, ничего нет. О, заросшая запруда. Давайте войдем. А что это за местность такая? Ой-ой-ой. Здесь вроде все свои. Ладно. Кто это? Что это? Группа крепких мужчин с топорами злобно смотрит на хрупкую Никси, перед которой стоят двое лесорубов в расслабленных позах. Потрясая кулаком, предводитель лесорубов кричит. Отпусти их, чучело болотное. Отпусти или клянусь, я спалю всю твою поганую рощу. Миллианца. Сам ты чучело, у меня имя есть. Я Миллианца. Вот. Будешь еще грубить, утоплю этих тыл в озере и дело с концом. Заметив вас, лесоруб широко ухмыляется и машет рукой. Эй, эй, ты, Вижний из робких, хочешь заработать звонкую монету? Я Коракс, мы тут лес валим. Помоги освободить наших ребят из лап этой уродины. Да просто вырежем из всех и дело с концом. Что здесь происходит? Мы никого не трогали, рубили тут деревья. И вдруг появилась эта тварь, начала она развелась тут фея. Как честному человеку на жизнь заработать? Вот же Дэлда тупая. Это вас тут развелось. А мы тут всегда жили. И эти деревья сто лет растила. Каждый листик знала. А вы тут со своими дурацкими топорами. Давайте попробуем урезонить лесорубов. Послушайте, парни, лесорубы хмуро приглядываются, не выпуская рукояти топоров. Ну, лес большой, неужели вам больше нигде валить деревья? Может и есть еще места с такими деревьями. Но это ж еще искать надо. А вдруг там тоже какая-нибудь фея заведется? Слушайте, ссорятся с феями все дороже. Ты не представляешь, насколько они могут быть могущественны и обидчивы. Тервосек опасливо смотрит на Никси. Миллианца делает жуткое лицо, вытягивая руки в стороны, Коррекса и шевелит пальцами. Ладно, ладно. Не больно-то и надо было. Пускай отпустят наших парней, мы отсюда уйдем. Даю слово. Миллианцы, они уйдут и больше не вернутся. Отпусти заложников. Ага, конечно. А кто мне деревья мои вернет? Пришли, все поломали и спокойненько ушли? Нет уж, сделайте, как было, тогда отпущу. Как же можно вернуть на место срубленное дерево? Вот вы, люди, всегда так, как ломать, так вы мастера, а как чинить, так сразу в кусты. Ладно уж, подскажу, раз сами не знаете. Есть такие волшебные штучки, вроде перышек. Туда такой кинешь, там дерево вырастет. Ваши маги, которые по болотам чаще других шастают, делать их умеют. Купите у них, не разоритесь. А еще их умеет делать моя кузина, Тересия. Она на скрюченных топах живет. Это где? Где оно? А, Мерцающее озеро. Окей. Коракс, ты слышал? Купите в магические лавки перышек, и она отпустит ваших парней. Да откуда же у нас деньги-то такие, чтобы по магическим лавкам шляться? Нам на еду едва хватает. Слушай, Милинса, не наглей. Хватит тебя с того, что люди оставят твою рощу гадки, вонючие, глупые, делды, катитесь отсюда! В схлипывая фея ныряет в озеро. Ауч. Она с нами не захочет поговорить? Акорекс? Ну, спасим тебе. Я уже думал, без крови не обойдется. Ладно. Не за что. Где наша Никси? У, редко отряда. коллекционер это с удовольствием у нас выкупит. Ну, в общем-то, было бы неплохо, если бы мы смогли еще чувака уломать, купить перышек. Ну, ну, то есть, я за природу, короче. Все просто. И было бы неплохо этих лесорубов как-нибудь к нам еще на службу, что ли, призывать. Ой, ой, лютоволк. Я так мне этот дарвул в переводе на наш. И, кстати, опять у нас при ходьбе туда-сюда, ну, в смысле, мы зашли в город, ушли из города, и вся наша пати перестроилась так, как ей удобно. Ладно, черт бы с ним, на самом деле. Все вроде целы, живы, здоровы. Что-нибудь здесь какой-нибудь попки. О, ништячок. Так, кстати, удобная штука, если нажать продать, то продастся всякий ненужный трэш и хлам. Я вот обнаружил. Окей, здесь вроде больше ничего нет. Проблему мы решили. Осталось разобраться с южными топьями, блин. Обидно. Ну, просто я не понимаю, где они. Вот и все. южные топья. какое-то серебряное озеро. Ну, вот реально. Ладно, давайте через брод перейдем. Сосновая роща. Блин, а есть где-нибудь карта, что ли, не знаю. Какая-то база знаний. база знаний нам нужна. Ап. Энциклопедия. Карта. Домейный магия бой бестиорич. Карта. Э, на карте мы так находимся. Ладно, может быть в журнале заблудшее дитя. Блин. Сперещенный топик. Вот это плохо. Вот это реально очень ну такой неудачный момент. Ну, допустим. Допустим, куда-нибудь сюда. Опаньки, в королевстве что-то произошло. Офига себе мы. Давайте отдохнем. Хм. Ну, отдыхаем. Так. 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 оу, добротный ужин. Мы не испортили его. И нас никто не напал. Отлично. Фух. Что у нас там в королевстве? Одинокий дом. Ну, входим. то есть, здесь должен быть маг, который нам сможет рассказать про... про то, что же нам делать с этим... стролями, которые невосприимчивы к огню. И как мы помним... Похоже, это бандиты умерли от взрыва ловушки. Да, как мы помним, у мага немножко паранойя. Ух ты! Меч Бастард. Пригодится. Скорее всего, он плюс один. Поэтому стоит ступать аккуратно. Осторожно. О! А, это кто? Вейн. Ты кто? Перед вами стоит молодой мужчина в оборванных одеждах. Его взгляд дико блуждает из стороны в сторону. Его волосы взлохманщины и стоят торчком. К тому же на нем нет сапог. Помогите! Помогите! Орет мужчина во все горло, несмотря на то, что вы стоите прямо перед ним. Что с тобой случилось, братец? Что случилось? Помогите! Уполь мужчина постепенно стихает по мере того, как он осознает, что перед ним кто-то стоит. Я... Я... Вейн! Выдавливает он наконец. Его глаза раскрыты так широко, что вы начинаете опасаться, что они выскочат прямо на вас. Да у него крыша съехал, видно же. Пес с ним идем отсюда. Ты кто такой? Мы торговцы, торговцы, я и Лексин. Ездим, торгуем всяким, неопределенным аж рукой. По мере того, как напряжение спадает, он начинает тратурить. К Магу местному постоянно заезжаем, провизию на волшебные штуки меняем. Месяц назад мимо проезжали, провизию оставили, а сегодня обратно ехали и надо было заказ у Мага забрать, как и договаривались, но Алексин остался повозку охранять и я к Магу отправился. Только Маг в окрестностях своего дома ловушек понаставил, против троллей стало быть и даже табличку написал у дороги, чтобы добрые прохожие не попались случайно, главное с дороги не сворачивать, а тролль глупый, читать не умеет, тролль попадется. Только вот свернул я с дороги, показалось мне, что сверкает драгоценность в кустах, только я подошел как бум, вверх ногами полетел куда-то. Вин резко поднимает вверх руки, красочно описывая этот бум. А как приземлился, так и сдвинуться боюсь, тут же в ловушках все кругом, второй бум я не переживу. Меня тошнит от этого труса, но он обделается, даже если кролика увидит. А где твоя обувь? Вин, не понимающий смотрит вниз и даже шевелит пальцами ног, пытаясь нащупать невидимый ботинок. Бум, наконец отвечает он. Так ты хочешь на дорогу вернуться? Вин неистово кивает, затем вдруг останавливается, задумывается и так же неистово отрицательно машет головой. Мы вытащим его отсюда, позволь мне поговорить с ним, уверенно я смогу его убедить. Нечего сопли размазывать, да и я двину ему разок, сразу мозги на место встанут. Дорога назад, свободный вейн, мы шли по ней, услышали тебя и свернули. Просто иди по прямой, там нет ловушек. Давай, дружище, ты сможешь, мы будем рядом. Я постараюсь, только будьте рядом, пожалуйста, и держите меня за руку. И лучше понесите меня. Нормально. Давайте дойдем с ним, так и быть. А где его друг, торговец, кстати? Не знаю, требовалось это или нет. Спасибо, Зубовейна, танцует Джиган, его взгляд кажется прояснился. Спасибо вам, вы спасли меня. Не за что. Не, и наградить вас нечем. Я ведь до Дома Мага так и не дошел. Да и не пойду теперь. Ну его к дьяволу, вейн сдыхает. Ну вы, Лексин, найдите, он меня с телегой у дороги ждет. Расскажите, что я приду скоро. Он вас наградит. Так и сделаю. А где он у дороги ждет? Запасы склер. То есть, теории... Ой. Разбойник. Пара причем. А я что-то здесь сражений-то не ожидал, если честно. Ну я так думаю, тут чисто символи... Ух. Воробушки. Амири как-то крепко влетела пару раз. Но у нас есть исцеление серьезных ранений для этого. Конечно, но... Какая-то фигня. настолько влепить Амири. Давайте, наверное, четверо на нее еще наложим. Во. А? Окей. Нормальные тут, ребятушки. Если тут чувак стоит с повозкой его ждет, то у меня для вас плохие новости, ребят. Потому что, если эти работники... Тьфу, работники. Разбойники нам так наваляли, то, скорее всего, простому торговцу там вообще нечего ловить. Че-то как-то мы ее очень вяло лечим. Да уж. Ну окей. Ну, просто избавились от заклинаний первого уровня. А не столь они, наверное, для нашей цели и важны. О, Разбойник. Пошли, пошли, пошли. Ух ты. А вот сейчас мы им неплохо вставили. А давайте-ка в эту тему еще музычки сыграем. Там вон еще один Разбойник что-то пытается сделать. Ха. Волка призывал. Ну, я думаю, волк долго не продержится на самом деле. О, он причем вместо того волка еще одного призывал. Ой. Ну, недолго музыка играла. У-у-у. Амулет ловких кулаков и письмо торговца. Милый мой Лексин, получила твое письмо и тут же бросилась писать в ответ, чтобы дошел как раз к твоему приезду в Нью-Стетвин. С твоими вечными путешествиями я из-за намаза на таком дорог до городов стала. Малыш Кетри, что не вечер, да вместо сказки на ночь спрашивает, где папа? А я карту достаю и показываю. Вот наш гальт, вот украденные земли, вот бревой. А вот по этой дороге сейчас папа проезжает. Пожелаем тебе спокойной ночи и сами спать идем. У нас все хорошо. Мастера, которых ты нанял, наконец-то закончили красить стены и перекрывать крышу. На самой верхушке теперь красуется тот чудесный кованый флюгер-петушок, что ты привез из Нумерии. Сидит на коньке да поглядывает, что там на горизонте, не едет ли хозяин. Недавно вернулся лысый Рон. Мы с ним каким-то чудом разминулись в Миване. Как всегда, наплел с три короба про свои приключения. Рассказывал, что в лесу на юге украденных земель завелся ходок. У меня сердце так в пятки ушло. Это что-то самый лес, мимо которого ты каждый раз ездишь. Может, Рон и врет. А все-таки ты поберегись. Объедет проклятущий лес десятой дорогой. Ох, пишу, а слезы так и катятся. Без тебя я сама не своя. Одна радость на Кетри посмотреть. Его личика на твое жилобик так же морчит. Ты мне все возишь. То платье, то сапожки. Теперь вот брошку обещаешь бирюзовую. А мне ничего, ничего не надо. Лишь бы ты был рядом. Целый, невредимый. Береги себя. Возвращайся скорее. Твои любимые Олика и Кетти. Кетри. Ой. Ну, душевно. Что я могу сказать? Интересно, оно засчиталось как прочитанное? Наверное, да. У-у. Бирюзовая брошка. Черт, неужто эти бандиты тварь такие нагнули торговца. Осторожно, ловушки. А это, наверное, основная дорога, не? Мм. Ну, в общем, я думаю, оу. Эй, эй, эй. Давайте обезвредим их, раз уж на то пошло. Это же нам, по-моему, какой-никакого поддают. или мы так мага подставим? Ух. Так. Ну, здесь ништячок есть в пеньке. Ай. Ай-яй-яй. Во, ништяк. Так. Интересно, как постоянно в пнях мы находим жемчуг. Как-то странненько, мне кажется. Эйкс. Слушайте, мы молодцы, мы еще не взорвались. А, это, наверное, маг наш. Да? Или нет? Перед вами стоит крепкий мужчина средних лет, одетый неброско, но со вкусом. Несмотря на жизнь вдали от цивилизации, он выглядит ухоженно, даже щеголевато. Ваше внимание сразу же привлекают роскошные бакенбарды и фронтово завитые усы. Какой приятный сюрприз. Добро пожаловать в вашу милость. Чаю? Или, быть может, что-то покрепче? Для скромного ольшельника большая честь принять такую важную персону. Позвольте представиться, Бартоломей Дельгата к вашим услугам. Чем могу быть полезен? Эм, вижу, ты образованный человек, что ты делаешь в этой глуши? Я всего лишь скромный исследователь эзотерических наук, удалившийся для спокойной работы подальше от городского шума. В тишине на свежем воздухе чернила сами просятся на бумагу. Октавия хихикает. А главное, соседи не приходят жаловаться на взрывы, дым и загробные вопли. Бартоломей мягко улыбается. Да, и это тоже. Тебе что-нибудь известно о троллях, не боящихся огня? Впервые слышу о подобном. Если здесь и правда завелось такое, мне придется серьезно пересмотреть свой арсенал. Перебивая сам себя, Бартоломей прикрывает глаза и прикладывает палец к виску. Ваша милость, боюсь, нам придется прервать беседу. Только что в огненную ловушку попался тролль, ни капли при этом не пострадав. Думаю, следовав его тело, я смогу ответить на ваш вопрос. Я прошу вас как сюзерена о защите. Пожалуйста, следуйте за мной. Ну, конечно, веди ее. Ух ты. Я надеюсь, что... Тролль с клеймом. Давайте-ка музычку сыграем, а? А, Ригангар, кстати, может что-нибудь с ним сделать? Типа в ступор его ввести. Ступор на нее не подействует. А, щит. Щит только на себя он наложит. Верный удар, кстати, вот. Верный удар. Ай. Пора это чуть подлечиться. Да ну нафиг. Бартоломей обходит вокруг туши тролля. По крайней мере, к железу и старой доброй кислоте они по-прежнему уязвимы. А сейчас давайте посмотрим, куда пропало уважение к огню. Произведя магические пассы, Бартоломей указывает на темное пятно у тролля на груди. Присмотревшись, вы видите, что это клеймо. Кузнечный молот, оплетенный терниями и закрученный в круг. Что бы это ни было, причина его огнеупорности в этом. Срезав с тела клочок кожи с эмблемой, маг прячет ее в сумку. Мне понадобится кое-что проверить. Вот ключ от моей лаборатории. Подождите меня там, я скоро приду. С этими словами Бартоломей, прошифтав заклятие, исчезает. Норм. Еще одну хилку кинем. Ну и, видимо, пойдем обратно в лабораторию. Здесь стоит Вейн. Может нам сюда еще пройти? Ну, чтобы уж знаете, обследовать, так обследовать. Плюс нам же надо еще этого чувака найти с повозкой и получить от него награду, если он еще жив. Я очень надеюсь, что он все-таки жив. Очень грустно. Там ему жена пишет письма, типа, чувак, я ничего не хочу, хочу только видеть тебя, чтобы мы вместе потусили. А он ей возит всякие ништяки, но при этом погибнет в дороге. Ну, то есть это... О! Ой! Ой! Ой-ой-ой! А давайте в этот раз попробуем дофига собак призвать. Здесь, кстати, у нас есть призыв всяких скелетиков. Октавия душенька тоже может на призывать собачек. Ригангар, наверное, просто огненный шарф чувака метнет. Ну и... Ну, а Валерия с разбега на чувака пойдет. Так, ей будет хорошо, если вот эта девчуля у нас верость пойдет. Ригангар, давай сюда. И давайте подойдем поближе. У нас есть чудесная штука молебед, который даст нам плюс один ко всему, а врагам минус один ко всему. Ай! Ой! Ну, в итоге, знаете, я понял, что лучший способ это сразу призвать тварей. В огромном количестве. Наверное, сюда призовется волк, а сюда призовется еще один волк, и здесь призовутся скелеты. Так. Ну и теперь наш персонаж начнет играть, естественно. Ой! Ригангар. Каким-то образом... А! Ригангар и нет брони. А, поскольку мы с вами не кидали бафы, он, в принципе, не защищен. Знаете, что, пожалуй, поэтому он останется где-нибудь вдали. А наш персонаж может, кстати, главу разбойника тыкать, ригангар, не надо, не надо. ригангар, честно говоря, задолбал лезть ближний бой. Во-первых, мы ему броню не кинжали. А минута на уровень. щипки, Во. А теперь всех ставим на холд. И теперь, ну, я решил, что самое удачное это все-таки начать этот бой с того, чтобы призвать всех тварей. У нас, кстати, нет разве... О, у нас есть... Да, призыв чудовища 2, все правильно. Ну, волк получается сюда. Октавия призовет нам... У нее есть паутина. Она может вот так сделать, это будет даже, наверное, интереснее. Вот. А теперь мы поем. И тут в дворю разбойников неплохо так достается. На самом деле, Ригангар будет здорово, если ты вот сюда кинешь вот это. Девчуля призовет нам собачек в ассортименте. Амери кстати, может в ярость бачить. А давайте просто отойдем всеми. А мы можем главаря разбойников к большому счету даже закидать. Во! Раскат грома сюда в фаербол полетит. Эм... Октавия. А что у нее еще есть? Ммм, но у нее есть волшебный стрелк. она призывает же тварей, да? Тавия, по-моему, у нас призывает тварей. Нет? Во! Так. А теперь три стен. Было бы здорово кинуть молебен. во! Сейчас главаря зафигачим о мире. Девчуль, давай ты оп, раз, два, упоришь, лить щелочку. А что у нашего персонажа, кстати, еще есть поддержку? Может, мы какой-нибудь свиток долбанем? Кажется, у нас свитки закончились, осталось исцеление легких ранений. Такая не самая полезная боевая магия, но у него, благо, есть волшебная палочка. Тристин, кстати, щит кинуть на Амере. Во! Блин, а почему паутины на нас есть? Вот это не очень приятно. А! Ой-ой-ой! Тут еще разбойники к нам умудряются подходить зачем-то. И явно надо уже даже свитками лечить Амери, судя по всему. Да, идея с паутиной, короче, сыграла даже с нами злую шутку. У нас, кажется, есть коллективная защита от зла. Давайте ее заюзаем. Наверняка эти разбойники злые. Амери, у Фарова еще так, и давайте с алхимиком разберемся уже. Тристиан, друг, выйди чуть вперед. А, ладно, на самом деле его лечение дотягивается, это главное. На этом поправить сказать алхимику, уже все закончилось. Оригангар может тем временем вот так вот горящие свои ладошки заюзать. О, неплохо. Тристиан. Тристиан, все закончилось. Ладно. Но у нас, по-моему, есть еще баночки. Да. Хилки, к счастью, водятся у нас в каком-то количестве. Блин. А нашего персонажа даже поиграть не на чем. Фуф. Ну, в общем, не с первой попытки далеко, да и как-то глупо и нелепо. Конечно, с паутиной странно вышло. Я больше так не буду экспериментировать. Это наш персонаж сам себя с Витком полечит. Может быть, еще разок. Просто будет смешно сейчас как бы побить. О! Победили всех, ладно. Долго же держится эта паутина. Ух ты! Медальон торога. Тяжелый щит. Тяжелый щит. Жалко, не башенный? Ладно, собираем все. Тут. Тут, видимо, наш торговец. Ух ты! И у нас жезл огненного шара. Статуя тролля выглядит на удивление добротно сделанный. Кому понадобилось ставить ее в середине леса? Ха! Может, это просто окаменелый тролль? А? Мы так не думаем? И долго еще вот мы вот так в паутине будем стоять. В общем-то, у меня остался, наверное, последний вопрос ко всему происходящему. Оф! Ладно, пара человек вышли. А, так, ну, давайте посмотрим, что за ништяки нам достались. Жазл огненных шаров достанется нашему персонажу. Амулет природной брони плюс 2. Неплохо. У нас оказывается не было природной брони. Вот так будет гораздо интереснее. Пояс великой выносливости. Хм. О, поискота у нас и не было тоже. Отлично. Прокачались. Ребят, вы трое, вас все ждут. Так, три стены выходит. Вы знаете, что, ну, все, понятное дело, в итоге мы из этой паутины выйдем. Но я так смотрю на время и, пожалуй, на этом этот эпизод мы с вами и закончим. Поэтому, спасибо Максиму Ваваеву, спасибо Андрею Фиолетову за то, что они продолжают поддерживать наш канал, ну и огромное спасибо всем вам, что приходите смотреть эти прохождения. А, в общем, в следующем эпизоде продолжим гнуть свою линию, узнаем, что, наверное, с троллями, плюс попробуем спасти мальчика. Не знаю, это наша программа минимум слэш максимум. Ну, а этот эпизод на этом закончен, поэтому всем счастливо, удачи, пока-пока, до встречи через пару дней.